Продолжение следует... Друзья, утро 1 мая, все зелено, красиво. Я сейчас нахожусь в городе Алмата и отправляюсь в очередное свое путешествие по Казахстану. Поспал я пару часов в машине, прилетел в 5 утра и дождь идет, все заливает. Я отправляюсь сейчас на рынок, на зеленый базар Алматы. После этого отправляюсь смотреть мега интересную страну Казахстан. Казахстан это первая страна в моих путешествиях, где я буду использовать внутренние перелеты. Будет два внутренних рейса. Пока я нахожусь в Восточном Казахстане, через 6 дней я отправлюсь. Видите, здесь сколько воды позаливало, все, дождь валит такой большущий. Не знаю, что мне будет делать в горах, что я буду делать там. Может тоже идет дождь, но там может быть совсем другой климат. Сейчас я нахожусь в Восточном Казахстане, через 6 дней я буду ездить по Восточному Казахстане. Будет очень красивая природа. После этого я отправляюсь в Западный Казахстан. Кто не подписался, подпишитесь на канал. Я вам покажу самые красивые места Казахстана. Огроменная страна, очень большая. Я с Востока на Запад, чтобы пересечь Казахстан, нужно проехать где-то 4,5 тысячи километров. Двигаемся на рынок. Зеленый базар, он называется. Хочу купить немножко еды. Визуально, конечно, побогаче выглядит Казахстан, чем Узбекистан. Сегодня мне нужно проехать 300 километров до Национального парка Алтым-Эмель. Я подъезжаю к Национальному парку, там останавливаюсь. И уже заезжаю в сам Национальный парк завтра. Там нужно проехать по самому парку где-то километров 200 таких, назовем это, оффроудных дорожек. Побогаче все-таки как-то и разнообразнее выглядит Казахстан. Больше машин. Все-таки в Узбекистане соседние были в основном Шевролеты. Тут как бы разнообразные машины. Только что была на парковке парковка с новых Ниссан Патролов. Вот видите, камеры стоят здесь повсюду. Камеры, очень много камер. Парковка с Ниссан Патролов автосалона. Вот смотрите, Х5 поехал. В Узбекистане такой техники не было. 300 километров вот мне нужно проехать после рынка. Спал я где-то часа 2-3. То есть первый день у меня всегда такой трешевый. Первый день у меня всегда сонный. Залило, конечно, Алмату сильно. У меня Рено Дастер на автомате. Привыкаю к машинке. Здесь повсюду автосалоны, Митсубиси, Шевролет, Мерседесы с ливненками этими. Ливня с токами, конечно, на дорогах местами проблемы. Или это дождь такой большой, непонятно. Я спал все время по крыше такой большущий. Лупил дождик. 4 километра до Зеленого базара. Еду, не нарушаю. Знаки 50. Километра мне до рынка. Друзья, мы зашли на Зеленый базар. Посмотрим. Людей еще не сильно много. Но хоть тут дождя нет. Колбаса с коня была вкусненькая. Сухофрукты. 2000 курага. Ну, видите, в основном фрукты на Зеленом базаре. Фрукты, овощи. Помидоры 650 где-то по 40 гривен на гривны. Клубника по 2000. 4 доллара. Ну, такое. Не дешевая цена, конечно, на клубнику. В Узбекистане, конечно, немножко колоритнее оно было. Простите. Простите. Ну, а куда? Украина. Украина. Ого, какой сахар. Вот это сколько стоит? А варят? Нет, просто на чай бросает. Вот так сахар. А, интересно. Украина. Бесплатно. Я, может, что-то куплю. В Украине сказали, да? Ага. Там мой друг живет. А где? Виталий Акуличко. Знаешь? Виталий Акуличко. Знаю. Так, в принципе. А этот почему сахар? Смотрите, какой сахар, други? 200 гривен. 200 граммовцы? Да. Три штучки. Смотрите, какой сахар. Бросаем чай. Какой интересный. Карамелизированный. Друзья, даже до Казахстана доехали белорусские продукты. Рыбка, семга, 7000 тенге. А можно полкилограмма. О, еще сачка возьмем, чтобы сделал. А гранат какая цена? Гранат? Самый гранат? Да. Тысяча? Тысяча? Давай гранатовый один. Только свежий сделаешь? Свежий. Точно? Без воды? Хочется и красиво, но не дешево, конечно. Купил я на рынке ташкентский узбекский плов и чай. Заплатил 1000 тенге за это все. Ну, такое себе на вкус, не очень даже вкусное. Нужно было перекусить и двигаться дальше. Ну, о, посмотри какая мечеть красивая. В Казахстане и мечеть, и пасхи продают на рынке. 220 километров мне ехать до въезда в национальный парк. Буду пробовать не спеша ехать. Посмотрю, может сегодня половину парка проеду. И завтра половину проеду. Там парк разделен на две части. Есть пустынная часть и очень красивые горы. И хочется побыстрее выехать с региона, где идет дождь. В поселке Басши я смотрел погоду. Там как бы погода хорошая. То есть дождя не должно быть. Тут как бы такое хмурненькое. Как бы уже дождик перестает, но все равно как бы некомфортно. Нужно отсюда выезжать. Интересно на рынке. Почти все в масках. В кафе почти все в масках. То есть тут как бы в плане коронавируса такие хорошие жестокие меры принимали. Дальше мальчик, который мне давал машину. Машину я чуть позже покажу. Renault Duster, наверное, какой-то предпоследней модели. 37 тысяч пробега. Как бы полный привод. Автомат, на котором можно переключать передачи. То есть я думаю, что машинка справится. И мальчик, который сдавал мне машину, он все время был в маске. Я был в маске как бы по привычке. Я как одел в Борисполе, так и не снимал. Спал в маске как бы у меня. Маска третьего класса в ней. Относительно даже удобно. И парень, который сдавал машину, он все время был в маске, не снимал. То есть как бы приятно, интересно. Пробуем выехать с Алматы. Видно, что Казахстан не бедная страна. Такие хорошие машинки повсюду. Даже я, наверное, не знаю, видел ли какие-то Жигулей. Ну, может где-то дальше в глубинке и будут. А пока вот Мерседесы. Хорошие машинки ездят. Друзья, видите, какие лужи в Алмате повсюду. У меня аж почти джип. У меня на машине установлена такая немножко агрессивная, как для Duster резина. И, слышите, она как бы так подвывает немного. Тут и шумоизоляция такая себе, но воет так интересно. Ну, главное, что она вот гребти неплохо. Вот, друзья, видите-ка, у меня резина установлена. Такой агрессивненький протектор. Нортек, не вижу, Нортек резина 205, 205, 70, 16 Нортек. Такой прикольный протектор грязевой. Можно на нем немножко погребти. Так, я стал на заправочке купить, попить кофейку. Посмотрите, как выглядит мой проходимец. Классная Duster, конечно, машина, если так посмотреть. Проезжаем, предположительно, какой-то пункт платных дорог. У меня, как я понимаю, засняли номер моей машины. И дальше что-то будет в будущем. Идеальные дороги по сравнению с Узбекистаном. Ну, в Узбекистане тоже есть разные. Но пока, как бы, дорожки супер. Купил очень вкусные орешки. Орешки с вкусом какой-то карамели. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот орешек, как выглядит. Вот как выглядит орешек. Он, как бы, уже разломан. И внутри, как грецкий орех. Только немножко меньше. Сложнее немножко его выковырять. И со вкусом какой-то такой легенькой карамельный, какой-то сладенький вкус. Очень необычные орехи. Закончился почти дождик. Пока еще хмурно, сонно. Ну, я думаю, через километра пятьдесят, может, уже солнышко даже увидим. Завтра должна быть солнечная погодка в поселке Баши. Мы увидим с вами поющий бархан. Высоченную дюну. Длиной где-то километра три-три с половиной. И горы Актау. Очень красивые такие марсианские горы. Видите, машина меньше. Проезжаем через какой-то поселок киргизский. Какой-то небольшой городок. На трассе казино. Еще одно казино. 160 километров мне до какой-то смотровой площадки. Недалеко от поселка Баши, куда я еду. Так, это у нас тоже, наверное, казино. Да, какой-то Лас-Вегас казахский. Еще одно казино. Вот казино Три Семерки. Интересненько. С автоматами ходит. Чувачок идет. С автоматами мужик-охранник ходит. Вип-казино. Ну, машин особо много нету. Наверное, рано еще для любителей поездки. Играть. Тоже, друзья, смотрите, казино. Буквально проехал совсем немного. И такие, ну, мажорные казино. Да. И это где-то километров 60 от Алматы. На север, в сторону столицы. Ну, до столицы тут, наверное, тысячи еще полторы километров. Бомбей казино. Да. Это буквально за километр, я не знаю сколько. Наверное, 10 или 12 казино. Это только с правой стороны. Вот, справа еще какое-то, наверное, немножко полуразрушенное казино. А, нет, это какой-то завод. Вот. Хотя, что завод? Возле завода что же должно быть казино, правильно? И что это казино? Аре написано, что налоговая служба приветствует законопослушных граждан. Привет, налоговая служба. Я послушный. Поменялся у нас немножечко рельеф. Какие-то небольшие горки. Проехали дамбу через речку Иль. Иль. Как-то она так называлась по-ихнему. Много повсюду кафешечек. Да, у нас сегодня 1 мая, выходной. Тут знак 60 ограничений. Так что я стараюсь не спешить. А, вот уже конец всех ограничений. И за ним скоростной режим. Вот какой пейзажик вокруг. Скоростной режим 100 километров. Плавают на байдарках люди. Очень много джипов таких, скажем так, разнообразно заряженных. Поехал на какую-то небольшую горку. Какой открывается вид. Справа широченная река Иль. Делает такое как бы большущее водохранилище. Дальше. Бесконечные казахские степи. Местами без деревьев. Небольшая какая-то травка растет. За 90 километров дороги. Ни одной юрты я пока еще не видел. Ну, предположительно, они дальше где-то будут. В более глухих районах. Но пока вот так. Шенгел-Ди. Населенный пункт. Отличаются, конечно, села Узбекистана и Казахстана. Эти какие-то более, я не знаю, европейские, привычные для нас. Ну, пока 80 километров от Алматы. Может, что цивилизация недалеко, непонятно. 60 скорость. Видите, как выглядит. То есть какие-то похожие на наши домики. В Узбекистане какие-то немножко другие все-таки они идут. 122 километра мне ехать до смотровой площадки. Сегодня у меня день перегона. День сна за рулем. Все растут только в селах. Выезжаешь с села, дальше едешь. Просто травка, степь. И как бы ничего больше нет. Так, лук продают. В Узбекистане продавали разные вкуснюшки. Тут пока только лук. Очень много людей в масках. Конечно, в Узбекистане такого не было. Почему в Узбекистане? Ну, как бы соседние страны раз. И я как бы был два месяца назад в Узбекистане. И как бы можно сравнить. 195 тенге, 95-й. Друзья, растет температура уже 17 градусов. Все-таки тут было 35 пару дней назад. Солнышко светит, красота. Повсюду степь. Поля. Ну, красиво, в принципе. Красиво. Не хватает деревьев. Еще будет красивее. Ну, приятненько. Хорошая дорога, хорошее покрытие. 100 километров недосмотровой площадки. Интересно, что там будет. Очень мало населенных пунктов. В основном, какие-то пару домика ведут. Какие-то, как фермерские, колхозные. Я не знаю, что тут у них дома. Которые, наверное, обслуживают соседние поля. Часто пасутся коровы, лошади. Все время ловит радио. От Алматы я проехал 100 с копейками километров. Ловит радио какой-то включил. Ну, как было, так и есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девяносто три километра мне осталось ехать до смотровой площадки. Въехал я в какую-то такую плодоносную долину, наверное, между горами. Видите, дальше сейчас едем на какой-то небольшой перевал вокруг поля. Почти нету деревьев. Много дорогих джипов, конечно, у них. Это не Узбекистан. Классная дорога. Ни одну яму я еще не проехал, где нужно было как-то экстренно сманеврировать. То есть, дороги вот такого, как сейчас, качества. Перед этим было 3-4 полосы. Подъезжаем на трассе какой-то оазич цивилизации. 4,7 километра 70. Принято. Какая-то кафешечка. Самсу продают. Туалет. Вроде заправка была по карте. Не видно, непонятно. Ехали в горы на этот перевал ползу, который я только что показывал. Так, знак 70 был. Не нарушаем. Груиза нет, жалко. Какая заправочка или что это? А магазин, туалет, самса. Видите, какие горы, какого цвета. А мы едем в парк, где будут мега контрастные желтые и красные горы. Проехал ли мы перевал 1036 метров. Температура упала, кстати, с 17 до 12 градусов. Посмотрите, как красиво открывается, какой вид. Да, красиво. Как я понимаю, это старое кладбище. Лошади пасутся. 7 километров мне до съезда с этой дороги. Уже будет какая-то более, как я понимаю, второстепенная. Подъехал я к развязке. Съехал с главной дороги. Начинаются маневры. Немножко испортилась дорога. Ямы. 12 градусов. Я поднялся в горы. Прохладно тут. Смотрите, как все красивенько. Флажки. А, первомай все-таки. Вообще очень миленько. Еду километр и все время с правой стороны флажки красивенькие. Празднично. Тут видишь куча машин. Не видно, что происходит. Вот опять куча машин, но не видно. Слева какой-то или рынок, или что. Торговый дом, да, как будто. Справа какое-то разрушенное здание. Как будто после войны какой-то завод, наверное, был. Ну вот, видели, что такое Казахстан? Какая цивилизация в каком-то поселочке маленьком застой. Семьдесят километров от Алматы. Какая-то военная часть. Так, мне уходим из главной. Поворачиваем направо. Примайтесь правише. Военная часть. БТР стоит какой-то. Не пропустил ножичка. Посмотрите, какая газификация села. Трубы идут. Над дорогой такой арочкой. Причем повсюду. Смотрите, какие развязки. Я не знаю, магистраль какая. Так, дорожка понемножку портится. Глубинка. Вот на жопы мы едем. На жопы мы едем. На жопы, сорри. Видите, какая маздочка. 50 километров мне ехать по этой дороге до смотровой не сворачивая. Стала хуже дорожка. Ямы периодически. 12 градусов. Наверное, я как бы набрал высоту. Мы где-то на каком-то плато. 12 градусов тепла. Прохладно. Видите, вдали на горизонте гора и на ней на вершинке снег. Коровки пасутся. Такой приблизительно ландшафт у меня последних 100 километров. Только меняются то коровы, то кони пасутся. Хоть и май месяц, но вот деревья еще без листьев. Странно почему. 1 мая. Наверное, через то, что мы все-таки в горах набрали высоту. Хоть и не видно, что мы в горах, но мы на каком-то плато высотой чуть больше километра. Разное есть состояние дороги. Разные дороги в Казахстане. Сейчас какая-то полоса ям. Все маневрируют, чтобы их объехать. 28 километров мне ехать. 25 километров даже до смотровой. 11 градусов, все равно как бы набираю я высоту как-то незаметно. Наверное, на смотровой площадке будет перевал, как я предполагаю. Дальше я уже буду спускаться вокруг. Как бы видно. Такие. А хотя вдали заснеженные вершины, полностью белые. Опять у меня маневры. Зашел асфальт. Да, староклеренс хороший, можно тулить. Красивые такие въезды. Населенные пункты. Это Великое Отечественное, наверное. Сюда как бы война, как я понимаю, не дошла. Сюда переправляли промышленность. Проезжаем поселочек небольшой. Вот так это выглядит в Казахстане. Тасты Бастау называется такое. Интересное название. Давайте заедем. Быстренько посмотрим. Мечеть с синим куполом. Какая-то техника. Маленькая фирма. Но зато, смотрите, какой идеальный асфальт. Собака сидит. Через 400 метров поверненький морожен. Центр села сейчас доедем. Ух ты, какая яма. Повсюду аромат какашек идет. Речушка, смотрите. Через 200 метров взрывает разворот. Мама детей забирает, они на дорогу вышли. Так, в какую сторону повернем? Давайте влево повернем. И где-то там развернемся на краю села. Малые крутые на качелях были. Неплохо, куча техники, команды. Навозы, трактора. Запах навоза. Дома относительно такие ухоженные, покрашенные. Хоп, и конец села. Мы тут разворачиваемся. Видите, сколько техники. Не этими, не ослами обрабатывают. Играет музыка. Не понял, где магазин, правда, у них Вроде центр села был Комбайны, конечно, трактора, техники навалом у них Такое отсутствие деревьев Не знаю, есть тут газ, нет тут газа Чем они отапливают дома Эта труба там через речку шла, наверное, есть Это, наверное, школа вот Небольшая Так хоть бы никто не вылетел Ну, подъем был тот, что я спускался Теперь подъем Выехал я из села Тут, смотрите, такая Такие горные пейзажи Водонапорная башня есть То есть, может, у них и водопровод есть 11 градусов тепла И село находится на высоте 1345 метров Да, набрало немножко высоту Интересно, так холодно Камазом, но он ездит у них Работяги Это что у нас? Типа кафе-ресторан Ну что, 12 километров до смотровой площадки Я там, может быть, запущу дрона Еще посмотрим, что там есть Я думаю, по-моему, в СМИ В Казахстане мало смотровых площадок Я думаю, что будет интересно Друзья, подписывайтесь Подписывайтесь на канал Кто попал на это видео случайно Делитесь с друзьями У меня не совсем стандартное путешествие Я почти не езжу по столицам К каким-то местам, где ездят Все там мега-крутые блогеры Я закуриваюсь какую-то поп Смотрите, едем в деревушку Заехали, посмотрели, как живут В диком Казахстане За 200 километров от Алматы Будет еще дальше Будут еще более дикие маршруты Послезавтра у меня отель За километр от китайской границы Для того, чтобы поселиться в этом отеле Мне будут звонить казахские пограничники Мне будут звонить классные горы Справа на фоне Мне будут звонить разведка Казахстана Взяли у меня телефон Взяли у меня фото паспорта Так что будет весело Взяли у меня фото паспорта Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дальше Самал-магазин Какая-то будка Справа туалет Ну как-то так Видите, друзья, какие дороги тут бывают Возможны Оползневые сходы Оползневые сходы Посмотрим Дорожка петляет Три километра мне тут перевала Наверное, предполагаемого перевала И смотровой площадки Хочется, чтобы температурка уже падала Теоретически внизу Будет где-то 25-26 Сейчас 11-12 Посмотрим, сколько высоты должен скинуть Такой серпантинчик небольшой Два километра ехать еще, видите На борт сейчас высоты будет Коробка, конечно, четырехступенчатая В Дастере такая себе Не нравится мне особо Так, что у нас Километр ехать и какие-то Ай-яй-яй, ямка Километр ехать и какая-то Маленькая Стелла Или как это назвать А, Алтынамель справа Это как национальный парк Граница уже В национальном парке есть разнообразные животные Так Восемьсот мне ехать как бы до смотровой И сейчас уже предварительно Чуть ли не перевал Сейчас я попробую, наверное, дрона поднять Наверное Или дальше, пока не знаю Подниму дальше дрона Все-таки там смотровая-смотровая Тут пока непонятно Начался спуск Сейчас будет понемножку Температурка расти должна Виде национального парка Разные таблички Справа национальный парк Алтынамель В горах нужно бдительным быть Не перегревать тормоза Спускаюсь на второй передаче Так себя она держит Не сильно 300 метров нет А, я понял Низ долины откроются Уже как бы немножечко видно Вот где-то здесь откроется долинка Красивая 200 метров Обазано еще ехать Видите, уже справа Расписаны горы Какими-то чертами Долинка, открывайся Где-то там долинка Ну такое Внизу моя дорога Где будет теплее На градуса 2-3 60 метров Встать можно Так, вот Где куча кирпичей Моя предполагаемая Смотровая площадка Такие Я говорю, такое себе Ветер большой Наверное, даже пока летать не буду Где-то дальше полетаем Тут такое себе место Кто-то сбросил Может Перегрелся Камаз И нужно было Немножко баланс Сбросить 18 километров Мне спускаться до заправки После заправки Сразу поселок Басши Я заеду, наверное, к себе В отель Отмечусь Ну там не отель Там какой-то гостевой дом И Возможно Поеду На поющий бархан Спрошу, сколько времени ехать Там где-то около часа ехать Запущу там дрончик Положу там возле него И вернусь назад Как раз вечер уже будет Яма-яма-яма-яма А пока нужно заправиться Уже температура стала 12 градусов Да На трассе какой-то оазис цивилизации Маленькое кафе Да Наверное, туалет Остановочка Пару машин стоит И как бы все Вставать я не буду Меня ждет обед В моем отеле Маленькое какое-то поселение Без названия Парухат Пастухов, наверное Ну видите Юрт почти не видно Пару юрт Я вдали видел Какой-то колхозный двор Был и там юрты были Может как бы живут Пастухи А так пока Не видно Вот именно здесь юрт Как бы в этом месте В этом регионе Посмотрите Как поменялась местность Выезжаешь за поворотик Тут бац В долине Такая Степная долина Большая И мне 9 километров Куда-то ехать Куда-то ехать Необычно Конечно Это выглядит А слева Шапки снежные Я вот подумал Что Казахстан Это своего рода Ну да Там разнообразный рельеф Очень разный Там И пустынный есть И горный И лесной Но В целом Это вот такое Такая степь Бесконечная Бескрайняя Где Ну как бы ничего Толками нет Есть какие-то Небольшие поселения Хатки этих Дом Домики Кочевников Пастухов Которые Кого-то там Выпасают Разводят А в целом Вот так Ты едешь Едешь И ничего нет Ну что друзья Первая заправка За Много километров Сейчас я заеду Заправлю Полный бак Надеюсь Здесь пятый Я думаю Тут пятого нету Это Узбекистане Был 91 92 Иногда 93 Тут попросили Заправлять 95 Он как бы Часто есть Но не знаю Если на этих дворовых заправках Мне очень нужно Чтоб здесь было топливо Так как вроде дальше Заправку Заправок я не вижу Я не знаю Где они Колонки стоят Ну сейчас посмотрим Что у нас есть 92 Есть Еще какой-то А есть пятый Ура Мне повезло 95 Есть Бак у меня Не помню С какой стороны С правой стороны Эти не обозначили Заезжаем Заправил я 20 литров Тут По литрам Отгружают Собачка Спит О Ага Все уже 30 20 Уже пускали Что Что Ой Нет Подай Я вон Включите Еще на 1000 Давайте Попробуем Ага Мы тогда Постопьте А Хорошо Остальные деньги Я включаю Да 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 Ой За будкой Хоть не так Ветер Все Выключилось Ага Ребус Будем всегда Заправками Сейчас Обольемся Бензином А Три 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 Семь Четвер Все Спасибо 92 Наверное Газа Тут Нет Сейчас Малым Там Конфет Кстати Пару Три Газа То Газа Прит Х добрый день вашим детворе посетила полный бак и заправил 23 литра 4 километра мне ехать до моего гостевого дома на улице ужасный ветер и я не знаю даже может ли в этот ветер летать мой трон чтоб снять дюну поющую я как раз акцентировал рассчитывал эти места снимать с дрона там никуда толком не ходить но ветер тут как бы суровый просто капец суровый я меня чуть не сдуло когда я заправлял машину вот так ладно сейчас заеду может быть пообедаю в этом моем отельчике не говоришь трехразовое питание быстренько и поеду может быть еще на дюну а то сейчас три часа что тут делать в этой глухомане гать поворот на пасть поселок пасши три километра до поселка написано видите к я тут национальный парк алтын эмель карта парка слева видите кладбище старое может и не старая так два километра мне как бы до моего домика я туда зайду дальше посмотрю еще присяду погодку пока может быть буду кушать и подумаю до дюны ехать наверное где-то час назад час как раз а к 7 верну сейчас 3 часа дня смотрите-ка арка на въезд поселок пасши такая уже космическая так через 500 метров не налево вот поселение паши не видно ни хат ничего видно как деревья без листья только ветер колышет так нормально нагибает еще раз четверо стоматик поводник по львович по типу обратно на технику техники конечно у них каждом дворе я смотрю поводник по львович по типу обратно на технику видите кишлак такой дикий удаленный этот баши но дороге как бы относительно хорошее сделано так где-то через 300 метров мой домик будет до где-то 100 метров мне еще ехать у меня и магазин есть барбос меня встречает в отеле сейчас пробуем найти пробуем найти купе я живу здравствуйте я я я я я вас бронировал я думал может еще я поеду пока а я сейчас у вас спрошу а сколько ехать до дюны километра я хочу до дюны у меня сегодня она этот завтра мне надо будет два билета нет ни один сегодня назад завтра хватит вот это один билет ага да 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 кухар чудо хорошо